В милиции всяких людей хватает. Это там срез нашего общества вообще. Вот, да, это часть страны. И там не с Марса люди приехали. Там есть люди, которые верой и правдой служат своему народу. И не жалеют не только здоровья, и жизни своей не жалеют. И под пули идут. И своими машинами, те же самые гаишники, которые им сду снимают, и бабки стрибут на дороге. Но есть такие, которые детей своим телом закрывают, машину подставляют и погибают. Есть такие. Поэтому мазать всех одним чёрным ёгнем считаю несправедливо. Я не мажу, но есть такие, которые... Вы не мажете, но вы сказали, менты, они служат начальству, они народу. вот так сказать я внимательно слушал не перебива а то что дискуссии не получилось получится база значит значит я считаю что несправедливо все хотя проблем там хватает у нас такой уровень общей культуры как человек только получает как удостоверение палку какой-нибудь в руки он начинает раз размахивать и и пытаться зарабатывать на эти деньги но это характера не только для милиции это характерно вообще любой сферы где есть властные полномочия и возможность получить вот эту сумасшедшую ренту административную значит по поводу марша не согласны есть определенные правила они эти правила предусматривают что такие на мероприятия регулируются местными властями кроме тех людей которые выходят на марш согласных или не согласно есть и другие люди о правах которых мы не должны забывать если вы решите провести марш не согласно я прошу прощения за вот это может быть слишком резкие вещи скажем в больнице где будет мешать они нет не нет а да где будете мешать детям скажем больным кто вам позволит там проводить этот марш из местных властей и правильно сделают что запретят нет а теперь а теперь хотите провести его там где допустим люди должны в пятницу выехать на дачу ну к примеру просто или воскресенье вечера вернуться с дачи да они вас там такими мутюгами покроют и местные власти заодно но это совсем не значит что власть должна прикрываться теми вещами о которых я говорю и создавать условия невозможные проявлению свободы слова это это вопрос который должен решаться визит я надеюсь что в петербурге будут будет сделано ими так по уму с правом для граждан выразить свое несогласие с политикой власти по тем или и другие вопросы но с тем чтобы не люди которые будут участвовать этой машине не мешали другим которые не хотят демонстрировать а хотят просто добраться домой во время хотят поехать семье детям дам и так далее вот нужно выработать на на самом деле я хочу чтобы вы поняли для меня уверен для других представителей государственной власти вы знаете это не мешает наоборот помогает если если я вижу что люди вышли и нет не просто чтобы побазарить так и значит попиарить себя а что-то говорят дельное конкретное указывает какие-то боевые точки на которые власть должна обратить внимание что здесь плохого спасибо надо сказать вот я и так как она прошла вы видите местные власти они лучше забиваются площади всякими там каруселями за этот день тут очень много лицемерия я с вами согласен но я хочу показать что в прошлом году вот весь город бился за спасение архитектурный вот цель и как что какие препоны только чего только не было а народ от этого звереет а зачем это зачем это дело почему ну все вы же большой вес имеете надо им там как-то 76 ну что же позвольте мне поддержать вот юру можно вот я буквально одно слово вот по поводу этого строительства небоскреба я не берусь судить красиво на некрасиво это не мое дело может быть он прекрасен но общее мнение большинства людей которые какое-то имеет отношение к петербургу любят его и на эту историю чтобы в этом месте ставить дом нельзя тем более четырех там трех или четырех сотметрового размера высотой прописан закон федеральный городской закон все нормы нарушен нагло нарушаются и нам смеются в лицо и у нас ощущение что власть хочет сказать те же власть ли и кто там наверху без закона ребята для вас написаны и вы едите в болото а мы делаем то что хотим и это будь и всюду написано будет 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 вот я боюсь что дело даже не в этом газоскребе его разобрать можно в результате а вот в том противостоянии который начинает возникать между властью и обычными обывателями чувствующими что к их мнению не прислушаются и это недовольство растет все больше и больше и больше я согласен с юры в этом отношении я просто прям маленький пример таких примеров сотни миллиона но он не маленький пример большой как раз очень высокий конечно все должны соблюдать закон это очевидный совершенно факт я уже когда юрий отвечал на вопрос я свою позицию сформулировал если вы помните меня тогда тоже критиковали за это я еще начали 2000 годов сказал что говорил о диктатуре закона я считаю что и до сих пор считаю что это правильный словос считаем имеется ввиду как раз соблюдение закона всеми и властями рядовыми гражданами представителями различных органов власти управления значит я сейчас не буду говорить своего мнения окончательно по поводу и не хочу его формулировать публично по поводу этой башни это конечно должны решить городские власти это очевидно разумеется в таких случаях в диалоге с общественностью очевидный факт вы знаете мы очень часто почти всегда унижая свое собственное национальное достоинство все время сравниваем себя с нашими западными соседями и все время говорим что мы хуже давайте посмотрим что в лондоне давайте посмотрим как в париже центр помпиду как построен что в середине лувра находятся ужасный ужас я сейчас не говорю я сейчас не даю оценки я просто говорю что там происходит пусть они с нас берут пример а не мы с них пора уже с этим кончать с небоскребом всем мире уже не строить небоскреба а мы посередине вы ставим я даже не говорю это хорошо или плохо я просто говорю что а это в мире везде есть есть защитники такой философии развития градостроительной среды они есть и у нас и в мире но я сейчас не буду давать повторяющий раз оценку кто там прав кто виноват но я с вами безусловно согласен в том что принимая решение подобного рода власти должны быть в диалоге прислушиваться и иметь ввиду общественным прежде всего ориентироваться на закон не ориентироваться и исключительно соблюдать соблюдать закон который в данном случае нарушены и таскать последний аккорд мы с вами говорили помните буду два тому назад относительно закона о меценатстве я учат целиком и полностью поддерживаю чулпан потому что то что она делает ее друзья это великое вещь надо только поблагодарить и те предложения которые сейчас высказывал тоже очень дельные нужно необходимые но с другой стороны мне кажется что вот закон о меценатстве может дать толчок все это еще придать большую динамику этой деятельности мы говорили о том что и вы мне ответили что вроде бы закон уже существует он в работе он скоро будет принять но пока никаких движений в этом отношении нет а ведь это очень просто существует во всех странах мира почти подобные законы и до революции в россии существовал такой закон почетные граждане и дворянство там и так далее так далее чтобы люди было выгодно вкладывать деньги не в яхты по 40 миллиардов а вот в чулпан в детей и так далее все я молчу больше что можно сказать я могу только опять с вами согласиться конечно нам нужно правовое регулирование подобное подобные деятельности потому что вот вы сейчас вспомнили про фонд который чулпан создавала я иногда смотрю честно говоря тоже удивляюсь как они настойчиво последовательно и что мне особенно импонирует не выпячивая себя лично решают вот эти достаточно сложные очень тонкие вещи и конечно необходима правовая база вы вспомнили о том что был у нас до революции 17 года мне кажется что это у нас там вообще была другая сторона была немножко другая цивилизация ну да много совсем у нас теперь по-другому но да и в чем проблема проблема в